Андрей Иванов провел встречу с Советом ветеранов Звенигорода. В ходе беседы представители сообщества рассказали главе муниципалитета об основных проблемах – нехватке помещений, отсутствии техники и интернета. Руководитель округа отметил, что все обозначенные вопросы будут решены в короткие сроки. Ветераны будут точно полноценно размещаться, с возможностью проводить там и какую-то кружковую деятельность, и встречи по интересам, и какие-то конференции. Большое количество организаций там объединено под одной крышей, и для них действительно в разы нужно большее помещение. На данный момент в организации состоят более тысячи человек. Это участники-инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских лагерей, пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту без льгот, ветераны вооруженных сил и труда. Мы ведем прием, мы проводим мероприятия различные. У нас все категории ветеранов нашей организации. Если в других городах там есть ветеранская организация правоохранительных органов, вооруженных сил и так далее, то мы в нашем городе Звенигороде, вот одна единственная организация, которая объединяет все категории льготников. И в общем-то сейчас активно к нам стали вступать пенсионеры, которые только что уходят на пенсию. В связи с объединением двух территорий соседнее помещение, которое раньше занимала территориальная избирательная комиссия Звенигорода, освободилось. Глава округа осмотрел его и по итогам принято решение о размещении Совета ветеранов именно здесь. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.